Я думаю, что Россия не выбрит, потому что в России есть шишки. Серьезно, есть еще одни шишки, они живут возле Воронежа, и в этих шишкиных 20 детей. Но нашим шишкиным, наверное, уже не догнать их, но все-таки они сделали очень хороший старт. Пусть Бог благословит вас, друзья, и я верю, что Господь поможет вам вырастить этих детей. У нас в семье было семеро детей, и мы все выросли. И счастливы, что есть. У меня есть еще три брата, есть и три сестры. Поэтому, если Господь дает детей, дает и обеспечение для этих детей. Аминь. И в детстве я не голодал. Все нормально было. Все зубы себе попортил, конфет так много ел. Откроем Деяния Апостолов. И прочитаем 2 главу, 36 стих. Следующее воскресенье будет Пасха, не Пасха, а Троица. Пасха уже прошла. Будет Троица у нас, и День Пятидесятницы. Мы будем отмечать день, когда Дух Святой зашел на Берующих. У нас будет такой хороший праздник. Давайте прочитаем День Апостолов, 2 главу, 36 стиха. И так твердо зная весь дом Израилев, что Бог садил Господом и Христом этого Иисуса, которого вырастает. Слыша это, они умерели сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. Петру же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем данным, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и уничевал, говоря, спасайтесь от рода этого развращенного. И так охотно принявшие Слово его хрестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. И все верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день они ненадушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Аминь. Первая пробоведь апостола Петра произвела вот те результаты, которые мы видим с вами. Зачастую обстоятельства нашей жизни, которые есть, или ситуации, в которой мы живем, они нам не нравятся. Нас не устраивает то, что происходит в нашей жизни. Подобно тому, как израильтян не устраивало то, что они были под гнетом римлян, и они так сдали избавление. Они так хотели, чтобы они были как независимые государства. Они так хотели, чтобы у них была свобода, так называемая, которую люди хотят иметь свободу. И когда Иисус Христос пришел, и Он пришел для того, чтобы на самом деле дать людям свободу, люди не могли различить и узнать Его. Потому что божественный путь к свободе, он отличался от той свободы, которую люди себе представляют. Люди могут говорить о свободе, и они в совершенно другое понятие вкладывают это слово «свобода». Они вкладывают понятие «все дозволит». Если свобода, значит, чаще всего некий анархизм. Если свобода, значит, вот все, когда можно, вот это свобода. Но так ли это на самом деле? Потому что можно говорить о свободе, но внутри быть рабом. Можно говорить о свободе, а внутри быть порабощенным каким-то беззаконним. Можно внешне выглядеть и ничего, но внутри быть угнетенным и страдающим человеком. И когда Иисус Христос говорил «Придите ко мне все страдающие и обремененные, и я вас успокою», Он сдал, что люди придут к Нему, и на самом деле ощутят эту подлинную внутреннюю свободу, которой так нуждается каждый человек. То, что Бог приносит, оно нас обогащает. И то, с чего на самом деле все начинается. Все начинается с того слова, которое Иисус провозгласил первым. Все начинается с покаяния. Мы не можем увидеть Царство Божие. Мы не можем ощутить настоящую свободу до тех пор, пока мы не покаемся о своих грехах. Покаяние – это как мостик, который переводит нас из состояния неверия в состояние веры. Покаяние – это как мостик, который позволяет Богу перевести нас из Царства Дьявола, Царства Божьего, о чем говорит Библия. Мы можем жить все в одном городе. Мы можем с вами быть все в одном помещении сейчас. Но я вам скажу, что даже здесь можем быть в разном царстве. Кто-то из нас может жить в Царстве Божьем. Кто-то из нас может жить все еще в Царстве греха и дьявола. Находясь в этом помещении, вроде имея свободу, не все люди свободны. Кто-то порабощен пьянством, кто-то порабощен блудом, кто-то порабощен еще какими-то беззакониями, проституцией или же порнографией, еще какими-то вещами. Люди попадают в рабство. Это слово покаяние, покаясь. Это как шанс для нас перейти из одного места в другое место. Мы не можем перейти из Царства Дьявола, Царства Божьего, не покаявшись. Поэтому это слово, оно звучит, оно звучит и оно будет звучать. Вы знаете, что там самое интересное, что нам с вами есть всем, в чем каяться. Может быть, ты сидишь и думаешь, о чем он не каяться. Я уже все перекаял и каяться на девочек. То Библия говорит, что тот, кто думает, что ему есть, в чем каяться, пойдет с сегодняшнего собрания больше благословенным, чем тот, который думает, что ему не в чем каяться. Знаете, когда мы думаем, что нам не в чем каяться? Когда мы немножко уходим подальше от света. Всякий раз, когда я замечаю такую часть, всякий раз, когда я начинаю искать Бога усиленнее и приближаться к Богу, чтобы переживать его присутствие. Знаете, всякий раз я прихожу к покаянию. Всякий раз вдруг что-то обнаруживается, что мне нужно покаяться. То, что я мог сделать, даже показалось, что вполне нормально сделать. Но тогда, когда ты начинаешь идти к Богу, вдруг ты обнаруживаешь, что это не совсем-то было и правильно. Может быть, это было и правильно в твоих глазах в тот момент, потому что теперь все пути в глазах человека кажутся прямыми. Но многие из них погибли. Или многие пути человеку кажутся прямыми, но они ведут к погибели. То есть, есть многие вещи, которые мы неправильно представим себе. Я помню, когда-то кто-то меня обидел. Я помню, что я обиделся, потому что ты нас обижаешь, что мы делаем? Обижаемся. И я обиделся, я считал, что тот человек виноват. Но когда я молился к Богу, и молился довольно долго, я помню, что мне нужно покаяться. И мне так трудно было признать, что я виноват в данной ситуации. Мне казалось, что тот человек абсолютно я виноват, который меня обидел. Но вы знаете, чем больше я молился к Богу, тем больше понемногу я не прав. Оказывается, молиться как опасно. Чем больше я молился, чем больше я молился, я понемногу, что я не прав. Я не прав, потому что обижаюсь, я не прав, потому что не люблю. Я не прав, потому что думал плохо о человеке. Я не прав. И когда в конце концов я решил просить человека покаяться перед ним, я пришел к нему и сказал, что ты меня обидел. Удивительно, Бог дал благодать и сказал, что же прости меня, я виноват перед тобой. И все это результат молитвы. И когда есть покаяние, знаете, когда прошло еще больше времени, то я подумал, что я вообще во всем виноват. Вот так наше представление может быть неправильно. Поэтому, когда мы на кого-то обижаемся, возможно, совершенно не виноват тот человек, на которого мы обижаемся. Может быть, мы просто не улучшим в духовном состоянии и не смогли снести немощи ближнего своего. Просто не справились со своими чувствами. Просто не справились со своими эмоциями. И поэтому отреагировали таким образом. Но если мы были в нормальном духовном состоянии, в котором пребывал Иисус, то когда Библия говорит, ему плевали в лицо, он не отвечал. Когда они заушали, его брали за ухо и дергали, он не отвечал. И он молился, и это непонятно для нашего естественного ума. Непонятно, потому что он молился, очень прости им, они не понимают, что делают. И естественно, наш разум, то есть плотской разум, он даже борется с этим. И люди, когда называют это слабостью, люди называют то, когда ты отдал сдачу, это нормально. Но когда ты стерпел и не ответил тем же, люди называют это слабостью. Но на мой взгляд, и на библейском, по библейскому учению, в этом есть огромная сила. Когда ты не ответил тем же, что тебе дали. Почему? Потому что у нас есть вера, что Бог отвешивает каждому по делам Ему. На самом деле Бог разбирается. И когда мы думаем, что Бог не разбирается, мы ошибаемся, потому что Бог разбирается. У Бога есть отлучение, и Господь воздаёт. И так, то, с чего начинается духовное хождение с Богом, или же жизнь с Богом, это спокаяние. Вторая часть, или второй шаг, который Бог предлагает нам, это водное крещение. И часто мои люди задают вопрос, зачем водное крещение? Знаете, водное крещение, это как сжигание мостов. Это как заявление нашей сопричастности, принадлежности. Вообще-то по библии, через водное крещение люди становились частью церкви. Этим самим заявлением они говорили, я больше не принадлежу в мир. Я теперь божий народ, я теперь принадлежу в церкви божьей. Я не старый человек. Знаете, это как сжигание мостов, которые мы оставляем сзади. Мы идём в новой, мы оставляем в старой. Поэтому мы принимаем водное крещение и свидетельствуем, что мы омлыты, прощены и принадлежим Богу. Поэтому каждый из нас, кто покаялся, призван Богом хреститься. Нам нужно принять водное крещение. Если вы покаялись в ваших грехах, то следующий шаг – это принять водное крещение. Аминь. И третья часть, в которой Библия говорит, что когда мы крестимся для прощения грехов, мы получаем дар Духа Святого. Мы получаем Божие помазания для того, чтобы жить праведно и свято. Вы получите в дар Святого Духа. И дальше, когда мы покаялись, и когда мы крестились и присоединились в церковь. Если вы еще не говорите на иных языках, я верю, что это должен иметь каждый человек. Каждый человек может иметь это помазание и благословение. Если вы не говорите на иных языках, это лишь только потому, что вы не хотите этого. Это не потому, что это не существует. Это не потому, что этого нет. Это потому, что вы где-то не понимаете, почему это надо, и вы не жаждете этого. Потому что Бог дает это благословение тем, кто хочет, кто жаждает. Я верю, что это абсолютно принадлежит каждому человеку. И в этом есть благословение. В этом есть благословение, потому что, когда мы молимся на этих языках, мы разговариваем с Богом в тайне Библии, и мы тайно говорим Богу Духа. Поэтому, когда мы покаялись, услышав Евангелие, когда мы обратились к Богу и крестились, и присоединились в церковь, и Бог дал нам Духа Святого, все ли это, заканчивается ли вся наша жизнь христианская на этом? Нет. На самом деле, нет. Есть некоторые вещи, о которых Библия говорит. Что делала церковь? Итак, четыре вещи, которые делала церковь, на которые я хочу обратить внимание, и, может быть, еще раз проверить себя. Присутствуют ли в моей жизни все эти вещи, которые должны присутствовать в жизни верующего человека, или в жизни церкви вообще? Знаете, где-то какое-то даже осуждение приходит, когда служишь корейцев. На этой неделе мы были на конференции, где проводили корейцы эту конференцию. И я понял, почему у них такие узкие глаза в корейцах, после этой конференции. Мне пришло вот это открытие, почему у них такие узкие глаза. Они молятся каждое утро. Они говорят, что в пять часов утра служение молитвенное. Каждое утро в пять утра. Можете себе представить, что нам дать, чтобы прийти на молитвенное собрание в пяти утра, надо встать в четыре утра. И он говорит, что пасторам нельзя быть в Корее, если ты не приходишь в церковь в 4.30. То есть в 4.30 утра ты должен быть на молитве. Если ты не будешь, что я как пастор не буду в 4.30 на молитве, то меня не будут держать пастору. Меня просто выгонят из церкви. То есть вы меня выгнали бы, если бы я не пригодил в 4.30 на молитву. И когда он спросил о пасторе, в России есть заутренние молитвы? Не утренние, а заутренние. Заутренние молитвы нету. Он говорит, что тогда я хочу быть в России пастором. Можно я сюда перееду? А не каждое утро приходит в пяти утра на молитву. И плюс в пятницу с 11 вечера до 6 утра молится. Еще и пятницу. Я говорю, в субботу тоже молитесь. Некоторые церкви тоже молятся. Я скажу, сколько ж в вас там в церкви человека? Никогда 3000 человек. И он какой процент приходит к вам на молитву? Кажется, это по-разному. На нашей церкви каждое утро тысячи человек молится Богу. Каждое утро тысячи человек собирается, чтобы молиться Богу. Я говорю, сколько лет в вашей церкви? Они лет 20 лет, как в нашей церкви. Я говорю, сколько членов вашей церкви? Уже услышали 3000 человек. И они говорят, что каждое воскресенье у нас в церкви кается около 15 человек. В месяц кается 30 человек. 15, 60. 30 остается. То есть половина здесь людей остается в церкви. Знаете, я подумал, какое же усердие у них вставать каждое утро в 5 утра. Я говорю, по всем церквям Кореи это принято. Знаете, это не абсолютно не обязательно. Главное, чтобы люди молились. Главное, чтобы мы искали Бога и искали вот этой зависимости от Бога. И первым делом с самого утра эти корейцы молятся, чтобы Бог благословил Корею. И знаете, Бог благословляет ее на самом деле. Я посмотрел на нас, русских. Вот мы были на конференции, там была семейная конференция. Я посмотрел на корейцы, которые приехали. Я посмотрел на наших русских людей. Знаете, что я заметил, насколько наши народы, эти вот мужчины, и столько мужчин, и сколько женщин, и насколько они были обременены. Вот просто печаль, как это на лицах. Как будто бы люди по жизни страдают, мучаются по жизни. Не живут, а мучаются. Знаете, вот на лице написано, что человек мучается. Он не живет жизнью, он страдает по жизни. Я сказал, Господи, исцели нашу страну. Исцели, чтобы мы не просто жили и страдали. Чтобы мы жили и наслаждались жизнью. Ведь в этом есть воля Божьего. Ведь в этом есть любовь Божьей. Чтобы люди жили и наслаждались жизнью. Обиделись. Поэтому церковь, то, что должно быть церковью, это учение апостолов. Для чего нужно учение? Кто говорит, что учиться, учиться, учиться. Учение нужно для того, чтобы нам быть здравыми. То есть здравомыслящими. Скажите, аминь. Верующие не должны быть здравомыслящими. Учение нужно для того, чтобы мы не были колеблющимися. То есть, чтобы мы не были такими шаркими. Чтобы мы знали, в чем, во кого мы уверовали и во что мы верили. Нам нужна учение. Поэтому Библия говорит, что Слово Христово в жизни верующих людей должно вселяться как обильно. Колоссянам 3,16. Слово Божье говорит, что мы с вами возлюбили чистое словесное молоко. 1 Петра 2,2. Написано, чтобы мы любили Божье Слово. Любили Библию. Любили изучать Писание. Библия говорит, что в церкви может быть много наставников. Почему это важно? Чтобы Слово Божье вселалось мобильно в нашей жизни. Нам нужно Слово Божье. Нам нужно откровение Божье. Нам нужно, чтобы Слово Божье жило в нашем сердце. Писание говорит, что как юноше, как молодым людям хранить чистым свой путь, когда в его сердце пребывает Слово Божье. Это защищать от разложения и греха. Слово Божье нам необходимо, даже если мы знаем все. Мы вроде все знаем. Но всякий раз, когда я слушаю Слово Божье, я получаю что-то новое. Поэтому апостол Петр говорит, что Слово Божье возбуждает внутри нас чистый смысл. Оно пробуждает в нас чистые побуждения. Оно помогает нам думать правильно. Оно помогает нам анализировать правильно. Сегодня современный мир, друзья, нам нужно Слово Божье. Нам нужно очень внимательно его читать. Нам нужно очень тщательно его изучать. Потому что современный мир, мир стирания стандартов. Люди пытаются стереть стандарты моральные. Люди пытаются стереть разные стандарты, чтобы их не было. В современном мире то, что правильно очень... Ну, это правильно для тебя, люди говорят. Для меня свое правильное. У тебя есть своя правда, у меня своя правда. Поэтому в церкви как никогда, я думаю, как никогда раньше, нужно обращаться к Писанию. Как ни странно будет сказано, но не все люди в церкви верят в все Библии. Многие люди верят в половинчатые Библии. Они в это верят, в это не верят. И когда люди так делают, кто-то сказал, кто-то сказал, кто-то сказал, вот вы не верите. Кто-то сказал, я не верю, что исцеление – реальность в наше время. И я не понял, кто с кем на эту тему разговаривал. Но кто-то, что человек сказал. Кто-то сказал, возьми и вырежи из Библии все рассказы об исцелении. И мы посмотрим, что останется в твоей Библии. То есть зачастую мои люди не принимают то, что как бы полного откровения. И пытаются частично воспринимать. Но вся Библия является истиной. Кто-нибудь скажите о Библии. Вся Библия является истиной. Вся Библия является Божьим Словом, Божьим откровением. И это пробуждает нас чистый смысл. Интересно, когда я пришел на эту заутреннюю молитву, когда меня подняли, я потом целый день спал. Все сессии спал. Глаза закрывались мои. Но я пришел на эту заутреннюю молитву. И она не была в 4 длиц. Она была в 6 утра. Но все равно для меня была заутренней. И знаете, когда я уходил с этой заутренней молитвы, интересную мысль слышал у этого пастора. Он говорит, что мы в Корее не молимся, Господи, да. И он в смысле, как мы не молитесь, Господи, да. Он говорит, у нас другая молитва немножко. Мы молимся, Господи, покажи. Потому что благословение уже все дал. Мы их не видим. Они уже здесь. Бог все отдал. Бог сына даже отдал своему. Ради наших грехов. Он все самое лучшее уже дал. Проблема в том, что мы не видим, где это лежит. Поэтому мы молимся, Господи, покажи, где сегодня благословение лежит. Покажи, где оно. Интересно, правда? Покажи, Господи, где же это благословение сегодня мое. В чем это? Вот эта мысль, идея, откровение дай. Где лежит мое благословение? Аминь. Итак, первое, что нам нужно это учение апостолов. Нам нужно то, чтобы чистый смысл обновлялся. Нам нужно слышать Божье Слово. Вторая часть, которая нужна для церкви, чтобы церковь была полноценной, и люди были полноценны. Вы знаете, когда я смотрю на наше общество, от людей приходит в церковь. И я и радуюсь. И одновременно огорчаюсь. Знаете, почему? Радуюсь, что вы приходите в церковь в священнии. Но огорчаюсь с пониманием того, что не все из вас имеют такое близкое общение с другими ведущими. Огорчаю то, что вы где-то оторваны от общения в церкви. И поэтому, если вы так живете, вот в таком состоянии, мне объяснимо то, почему некоторые из вас говорят мне пастору, вы ходите от вас не церковь, и где пасторы говорите, у вас в церкви. Вы слышите меня, да? Иногда я слышал такие вещи. Человек в 10 лет полиции, но говорит, у вас пастор церкви. Я стою и думаю на него, а почему не у нас? Вы вроде что же здесь? Вы вроде тоже в эту церковь знаете, почему у вас в церкви? И тогда нахожу ответ. Мы тут как-то говорили с братьями, мы шли к выводу, это потому, что вы не участвуете в жизни церкви. Поэтому складывается причинение, что это у вас и у нас. Вы вроде здесь, но и не здесь. Почему? Потому что нет общения с другими верующими людьми. Вас не выстроят эти взаимоотношения с людьми, которые тоже ищут Бога. Вы вместе с ними не исповедуете вашу веру. Вы вместе с ними не мечтаете о том, как приводить людей к Богу. Никто не поддерживает вас. Самое страшное, что никто не поддерживает вас в трудную минуту. Потому что мне вот в данном, даже вот раскладе дел, когда у нас 200 человек в церкви, по спискам 250, мне очень сложно уследить и знать нужду каждого человека. Сложно, просто даже физически сложно. Чтобы заметить и обратить внимание на каждую нужду. Но если у нас есть взаимоотношения с другими верующими людьми, вы благословенны. Я могу быть спокойным за вас. Почему? Потому что я уверен, что на 100%, что Бог будет использовать людей, которые рядом с вами, чтобы восполнить ваши нужды. Бог бы отдавать им пророрическое слово. Бог бы отдавать им ресурсы, чтобы благословить вас, когда у вас в этом есть нужда. Но вы знаете, если у вас нет общения с другими верующими, я даже могу и не знать, что мы в больнице оказались. Я могу даже не знать, что у вас хлеба не за что купить. Потому что вы оторваны от церкви, от жизни церковной. И это неправильно. И это не есть правило. Скажите. Потому что церковь подразумевает общение. Общение. Знаете, интересную фразу, там в буклете у вас написано, по-моему, в этой истории, которая описывает этот человек, который говорит, что в этих пирамидах фараона нашли зерно, которые похоронили вместе с фараоном. И это зерно пролежало там, безжизненно, ну так, и мир жизни, но безжизненно. Несколько тысяч лет. Когда взяли это зерно, мы поселили землю и поливали его, оно выросло и дало в ход. Пролежал сколько лет. Другие слова, чтобы нам быть плодовидим, и нам нужно быть определенной атмосферой. Для того, чтобы нам возрастать духовно, нам нужно кому-то служить. Для того, чтобы вам не чувствовать одиноким себя, вам нужно общество людей, которые ценят вас и любят вас. Это правда. Нам нужно, чтобы мы, чтобы мы были в каком-то обществе. Сегодня много людей страдает от одиночества. И мне кажется, это непростительно для церкви. Непростительно для нас, если в нас церкви люди страдают от одиночества. Я думаю, кому-то мы верующим должны в общении охладать. И я слышу, что все зависит от нас. Библия говорит нам о том, что есть жертва общительности, евреев и 16. Вы слышали о том, что такое жертва? Жертва – это то, что чего-то стоит. Я вам скажу, что наша церковь с вами – это наша церковь, это не моя церковь. Давайте мы не будем относиться к церкви, как к церкви Виктора. Если я здесь служу, то это не моя церковь. Это Божья церковь. Я всего лишь служитель этой церкви, которую Бог поставил, чтобы я наблюдал, посылал Слово, заботился о людях и руководил этой церковью. Но церковь – это наша церковь. Вы знаете, что я зачастую замечаю? Что людям не нравится приносить жертву общительности. Что такое жертва общительности? Для того, чтобы пообщаться, нужно пожертвовать время. Знаете, я вчера мог бы поваляться у себя на диване, но решил привести жертву общительности. Взял и поехал, потратил деньги на дорогу. Поехал к Марку Владимировичу, к Людмиле. Приехал и принес жертву общительности. Это и есть жертва общительности. Знаете, что я заведел в такую часть церкви. Я наблюдаю. В принципе, это естественно для людей общаться в своем кругу. А мне бы хотелось, мне бы хотелось, чтобы мы нарушили эту традицию. Знаете, я бы попросил вас, те люди, кто давно в ее церкви, вот просто моя просьба. Никогда не садиться на боковые сиденья. Это моя просьба. Знаете, почему? Это будет ваша любовь к новопришедшим людям. Вот приди человек сейчас в церковь, ногу, да? Вот зайди сюда. Ему будет трудно найти место, чтобы сидеть с края, потому что ему неловко, неудобно. Но мы занялись с края места. Потому что нам удобно. Мы не думаем, чтобы ему удобно было, мы думаем, чтобы нам удобно было. Знаете, вот это мышление должно меняться. Мы должны думать о том, чтобы вам удобно было. Слышите, братья и сестры? Потому что нам надо перестраивать наше мышление, чтобы было удобно тому, кто придет после меня. Другая сторона, я заметил. Когда заканчивается собрание, с кем мы общаемся? Мы тусим в своей тусне. Да? Вот те, кому мы знаем, с кому нам хорошо. И знаете, что самое неприятное для меня, как для пастора, когда я на данный момент облюдаю, что человек, который пришел первый раз, мы даже не видим его. Он даже и не нужен нам. И я вам скажу, что это не говорит о сердце Бога в нашей жизни. Потому что в сердце Бога каждый человек. Скажите, аминь. Сердце Бога... Мне так хотелось, чтобы мы вот это ощущение имели. Поэтому, друзья, принесите жертву общительности. Сходите кому-то в гости. Вы скажете, у меня нет денег. Блинов на пеки, на блины много денег не надо. Два яйца, 200 грамм муки, немножко молока. Вот тебе блины. Жертву общительности. В церкви. Принесите жертву общительности. Не общайтесь с теми, с кем вы привыкли общаться. Послушайте меня. Дорогие мои, люди хотят в церковь приходить. Но когда они приходят, и никому он не нужен, представьте, вы приходите в новое место, и вы никому не нужны. Вы вроде бы хотели бы о Боге послушать, и как-то Бога узнать, но вы здесь никому не нужны. Что вы сделаете? Скорее всего, вы уйдете отсюда. Да я не... Вы меня слышите хоть? Пратя Иисусе, как-то не понимаю. Я гаджу. Вы меня слышите? Давайте приносить жертву общительности. Давайте общаться с теми, кого мы не знаем. Давайте подойдем к тем людям, у кого мы не знаем, познакомимся. Может быть, вы ходите в церковь в 10 лет и знаете двух человек. Молодец. Помничка. Я думаю, что так же, как я всех людей в церкви знаю, большинство знаю, в лицо знаю, как зовут знаю, я хотел бы, чтобы вы так же знали, в лицо. Не закрывайтесь вот в своем мельке. Подойдите, поздоровайтесь. Комплимент скажите хороший. Скажите, как красиво ты выглядишь. Какая приятная у тебя улыбка. Подари улыбку, пожнешь улыбку. Аминь. Друзья, я прошу вас услышать. Библия, церковь пребывала в обучении. Это хорошо. Но второе, это было общение. Библия, принесите жертву общительности. И такие жертвы, Библия, приятные Богу. Представляете, Богу приятно, когда мы приносим жертву общительности. Библия призывает нас ежедневно наставлять друг друга. Представляете? Находясь в общении и служении другим, мы сами возрастаем во Христе. Когда мы вместе собираемся, то Библия говорит, на самом деле, мы не можем ощутить того, той атмосферы, вот в общем собрании, которую мы имеем в домашней группе. мы не можем воспроизвести ее здесь, потому что здесь много людей, мы как бы немножко все равно разрозненны. Но когда мы приходим в домашнюю группу, может быть, пять человек или десять человек, мы имеем ощущение особенного присутствия Бога, особенного единства, особенной гармонии, особенной благодати Божественной в нашем общении. Совместно мы можем исполнить волю Божью, неся времена друг друга. Библия говорит, носите времена друг друга. Если у нас нет общения, откуда мы можем знать, чем человек, какое время у человека? Это время для того, чтобы совместно приводить людей ко спасению, чтобы вместе мечтать, вместе молиться, вдохновлять друг друга. Кто-то робкий, кто-то смелый, и робкий станет смелым около смелов. Аминь. Бог хочет, чтобы мы были рядом, чтобы мы несли времена друг друга. Бог хочет, чтобы эта любовь, она была видна в наших взаимоотношениях. И как я уже сказал, позаботиться о каждом человеке без общения очень сложно. И я прошу вас, чтобы со своей стороны я хочу это сделать. Но мне хотелось бы, чтобы вы проявляли инициативу для того, чтобы вам общаться с верующими людьми, чтобы иметь общение. Не просто воскресенье один раз, на неделе, но также и в какие-то дни на неделе, чтобы мы были встретиться, пообщаться с другими верующими, помолиться вместе. Чтобы кто-то знал, чем вы живете, как вы живете. Чтобы кто-то мог послужить вам вашей нужде. Потому что, иначе человек начинает чувствовать себя, что он вообще один, и Богу не это дело до него. Но это на самом деле неправда. Это происходит, потому что что-то нарушено в нашем общении. Что вы где-то выскочили из общения. Поэтому люди не знают, чем вы живете. Люди не знают, какие ваши проблемы. Следующее, что происходит в церкви, должно происходить это преломление хлеба. С одной стороны, это служение причастия. Когда мы причащаемся, когда мы делаем это служение причастия, это говорит, это показывает нам о причастности ко Христу. Это необходимое служение, которое мы делаем не так часто, но как заведено в нашей церкви, раз в месяц. Я думаю, что мы можем чаще это делать. Мы приобщаемся от одного хлеба, что свидетельствует в том, что мы единое тело во Христе Иисусе. Точно так же и время совместного поедания и пищи объединяет нас. Что хочу сказать, чтобы мы ходили в гости друг к другу. Чтобы мы могли вместе пообщаться. вместе по кушать. Мне понравилось, как сказал этот пастор, который из Кореи, он сказал, что если мы устраиваем пикник, мы не идем на пикник, только церковь. Мы обязательно зовем неверующих людей. мы хотим, чтобы они были с нами, чтобы они общались с нами. Когда мы играем в игры на пикнике, мы обязательно даем неверующим людям выехать. И все медали получают они. И когда мы заканчиваем игру и пьем там чай, едим, они понимают, что мы им поддались. Но им еще приятнее. Это, на самом деле, как важно, чтобы мы поняли, чтобы мы вот это вот ощутили в своем сердце. Чтобы мы не заросли никаким духовным духом. И мне кажется, нам нужно проповедовать людям в Евангелии для того, чтобы самим не забывать где мы были. потому что если мы не слышим свидетельства людей, в какой тьме они находятся, часто мы верующие забываем, из какого же болота нас Господь вытащил. Это правда. Мы просто начинаем забывать, из чего Господь нас вытащил. нам нужно вот это вот совместное общение, что объединяет нас. Вот почему пища объединяет всех, потому что все кушают, все кушать хотят. и молитва. Молитва дает ощущение присутствия Бога в нашей жизни. Поэтому Писание говорит непрестанно молитесь. Как это непрестанно молиться? Я думаю, что вы верующие в то уже давно в церкви понимаете, что непрестанная молитва это ваш разговор с Богом. Вы снова и снова обращаетесь к Богу. Вы советуетесь с Ним, когда вы идете по дороге, когда вы едете в машине, когда вы стоите в автобусе или сидите, когда вы, может быть, работаете на работе. Может быть, вы делаете дело, но вы все равно обращаетесь к Богу молитвенно и говорите, Господи, как это, как это, как то, как здесь, как там, как это устроить. Помоги здесь, Господи. То есть, вот эта непрестанная молитва, это и есть ваше обращение к Богу, которое вы, когда вы обращаетесь к Богу снова и снова. Поэтому есть молитва в нашем сердце. Но совместная молитва, она приносит нам ощущение духовного единения. Библия говорит, что если два человека согласятся просить у Бога о чем-то, Бог даст им это. Поэтому совместная молитва приносит ощущение вот этого единства. Она приносит ощущение присутствия Бога в нашей жизни. Как каждого в отдельности и так общению в целом. Молитва дает нам силу жить для Бога. И Библия, что по молитве верующих людей место поколебалось и они наполнились Духом Святым и говорили Слово Божьей и Сдерзновение. Если в вашей жизни создается впечатление, что чего-то не хватает, у меня есть ответ, что вам нужно сделать, чтобы вам ощутить полноту. Просто помолитесь. Повторю еще раз. если в вашем сердце есть ощущение того, что вам чего-то не хватает, вы не знаете, чего вам не хватает, у меня есть ответ. Просто помолитесь Богу. Хоть пять минут помолитесь Богу. и вы ощутите вот это ощущение того, что чего-то не хватает, исчезли. Проверено время в личной жизни. Когда есть ощущение того, что чего-то тебе не хватает, нужно просто поговорить с Богом. Возможно, так Бог зовет нас для того, чтобы мы с Ним пообщались. Но молитва открывает силу. Молитва открывает благодать. Молитва открывает благословение для нас. Поэтому хороший вопрос у меня есть. Я думаю, что вы должны ответить да на один вопрос, когда все поставили на свои места. Ощущаете ли вы полноту своей жизни? Посвятили ли вы себя Богу на служение Ему? Исполняете ли вы свое призвание? Использует ли Бог ваши таланты и дарования для созидания церкви? Есть ли у вас служение, совместное служение с людьми, которые следуют за Христом? Молитесь ли вы о том, чтобы приводить людей к Христу? Мечтаете ли вы об этом? О первоапостольской церкви написано интересно, что она была у любви у всего народа. Интересное слово у любви у всего народа. То есть люди любили церковь, люди любили верующих. И вот в чем же их секрет? Я думаю, что она ответ есть на этот вопрос в 1 Петра 2 главе в 11 стихе. 1 Петра 2, 11 написано. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцы и странников, удаляться от русских похотей, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь между язычников. для того, чтобы что-то доброе делать. Но Библия говорит, что мнение людей меняется, когда они видят доброе дело. Аминь. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству. Для Господа, царю ли, как верховная власть, правителя ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо в том есть воле Бога, чтобы мы делали добро. И этим самим заграждали устание и вежество безумных людей. Интересно, я говорю, что мы делали добро. И этим самим меняли что-то. Шалакуша есть такой поселок. Там живут верующие люди, они переехали из Каргана в Шалакушу. Людмила и ее семья. И вот она мне рассказывает эту историю. Она говорит, соседи не полюбили ее почему-то. Соседка сверху постоянно ругалась, что она шумит. Хотя мы очень тихо себя видим. Соседка напротив, она постоянно скандалила, что мы пачкаем и не убираем эту самую. Ну, под подъезд. И вот постоянно, она так агрессивно на меня нападала постоянно. И вот однажды, говорит, гряду я с работы и смотрю, соседка привезла опилки и утепляет себе двуэтажный дом деревянный и утепляет себе чердак, чтобы теплее в квартире было. И вот она накладывает эти корзинки опилки и носит наверх. Я, проходя мимо, поздоровалась с ней, зашла домой, собрала всю свою семью, у нее три дочери, детья. Она собрала, говорит, мы пришли человек шесть туда. Она говорит, ну вы что, зачем, зачем? Мы хотим вам помочь. Мы просто хотим, мы тоже в этом доме живем. Мы просто хотим вам помочь. Можно мы вам поможем? Ну, у человека будет такая, ну как, когда человек ругается с тобой, уже так прожует с тобой, знаете, в штыках. Ну, она сдалась, и говорит, мы подняли все эти опилки туда наверх, помогли, и все, занесли. Вы знаете, эта ситуация поменяла соседку совершенно. Она перестала ругаться на нас. Видя ваши добрые дела, прославит отца вашего небесного. С другой соседкой, говорит, моя дочь там живет отдельно, в доме часто там и свинью выросли. Выросла у них свиня, они зарезали свинью, и привезли маму, угостили. Он говорит, привезли мне килограмм десять мяса. Говорит, я думаю, с кем я могу поделиться, на эти вот мишени, хорошую женщину. Получил благословение, думаю, с кем могу поделиться. И говорит, пойду к этой соседке отнесу, не с той, с которой хорошо живут, с той, которая постоянно меня ругает, та, которая постоянно меня курит. Говорит, я взяла половину этого мяса в пакеты, зашла к соседке, позвонилась, поздоровалась, говорит, хочу угости вас мясом. Мы кабанчика зарезали, мясо появилось, вот свежее мясо вам. Говорит, знаешь, эта ситуация, он поменяла соседку. Она перестала ругаться за подъезд, успокоилась. Вот, значит, делать добро, закрепить устание, режество безумных людей. Еще одна ситуация, говорит, пропоедуйте, это там, наверное, возле рынка, это был рынок, это были, ну, движения людей, и она, какой-то женщине, рассказывала про Бога, и она другая услышала, продавщица, о том, что она про Бога рассказывает. и так, она зашла, и начала ее проклятать, подошла и плюнула ее в лицо. Буквально плюнула ее в лицо. Говорит, я взяла, вытерла свое лицо, моток вытерл на лицо, спокойно, ничего не сказал, трогалась и ушла. На другой день, говорит, прибегает ко мне, какая-то женщина, говорит, приди быстрее, зовут тебя там туда, куда-то зовут, говорит, та женщина, которая читает тебе в лицо, плюнула, зовет тебя. Я прихожу к ней домой, она лежит на кровати, и лицо сплошной синяк. Даже глаза не может открыть, настолько избитым, настолько ее избитым. И она говорит, прости меня, пожалуйста, и помолись за меня, чтобы Бог меня простил. Знаете, я просто слушаю ее, и увидел, как Бог, защищает тех, кто правильно себя ведет. Если Бог вас не защищает, может быть, вы неправильно ведете себя. Если вы видите, что Бог вас не защищает, может быть, что-то неправильно делаете, потому что Бог защищает. Аминь, друзья? Может, нам что-то надо покаяться, изменить какие-то позиции в своей жизни. Поэтому, друзья, давайте будем делать добро неверующим людям. Не просто верующим, не просто тем, кто заслуживает. А тем, кто не заслужил. Аминь. Давайте встанем. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.